В эфире передача Тет-а-Тет. Яна Илья Гирба. Сегодня у меня в гостях один из лучших гитаристов в мире. Это не мои слова, это слова легендарного Лесопола. Мстислав Ростропович его назвал большим музыкантом. Это Таймур Квиталашвили, которого, к сожалению, в Америке и Европе знают лучше, чем в России. Какое было самое важное решение в вашей жизни, которое вас привело к этому результату? А результату или вообще? Ну давайте сначала вообще. Вообще самое главное решение это, наверное, когда человек выбирает, чем он должен заниматься. И я могу сказать, что я очень счастливый человек, потому что я делаю то, что мне нравится. И это для меня ни в коем случае не профессия, а для меня жизнь. Да, вы счастливый человек. Я могу сказать, что это было самое главное решение, потому что очень сложно. Этот человек часто меняет свои позиции в жизни и в своей работе. А вот у меня всегда была цель, я всегда был целоустроенный человек. Со скольки лет? Я с 10-11 лет. Я начал самостоятельно, у меня никакого музыкального образования не было. Я самостоятельно. Фактически я создал сам себя, я могу так сказать. Вот. И в принципе, моя принципиальность, ее настойчивость и дисциплина. А родители не поддерживали? Ну, отец очень рано ушел из жизни, к сожалению. А поддерживали, но в принципе, нам не легко было, понимаете. Ситуация была не такая, и условия не были такие, чтобы созданы для меня, чтобы быть музыкантом. И чтобы достичь каких-то целей высоких уровней, до этого надо иметь условия. А у меня никогда не было этих условий, понимаете. Но тем не менее, вы достигли. Ну, вот об этом идет то, что мое решение, моя принципиальность, и дисциплина, и нет никакой компромисс. В принципе... Самое важное решение, которое вас привело к этому результату? Результату, самое главное решение, в принципе, это решение нельзя назвать. Знаете, человек, если мы сейчас говорим о том, как достичь высоких уровней, да. Здесь, в первую очередь, по-моему, самый главный человек должен любить. Очень должен любить. То есть, переломный момент был, когда вам было 10 лет, и все. И после того вы точно знали, куда идете и куда придете. Да, и знал, что мне надо делать. Что мне надо делать. Это очень важная вещь. Я на своих мастер-классах своим студентам рассказываю. Обязательно человек должен знать, что он хочет. И должен он быть преданным. И он должен быть готовым для всех, если какие-то сложности будут, да. Всегда надо быть готовым. А какие бывают сложности? Какие были у вас? Дело в том, что с моей дисциплиной и с моими понятиями, да, сложности были, есть и будут всегда. Потому что, потому что, когда ты не идешь на какой компромисс, когда ты верный человек к своему делу, в общем, и к своей стране, и к своим друзьям, и к семье, в общем, здесь много компонентов, понимаете. А от чего приходится отказываться? То есть, вот, когда вы говорите, что не идете на компромиссы, на какие компромиссы вы не идете? От чего отказываетесь? Ну, это очень долгий разговор. Если вам это интересно, я могу один раз с вами поговорить. Но вообще, я могу сказать, что самым остаться человеком, знаете, это очень важная вещь. Потому что очень хорошая пословица, из всех денег не заработаешь. Хотя есть и пословица, нет таких денег, которых не заработаешь. Ну, я не знаю, сейчас многие умничают, но я просто могу сказать, что всех денег не заработаешь. Я просто, к примеру, говорю, потому что человек должен удовлетворяться то, что есть на минимум, то, что он получает. Этим тоже можно жить. И самое главное, что сохранить свои принципы, понимаете. Духовный комфорт – это, по-моему, самое главное. Это очень важная вещь вообще. А вокруг вас всегда принимали то, кем вы являлись? Дело в том, что я очень многих потерял из-за этих принципов. Потому что я, во-первых, начну с того, с таких нюансов я начну. Если человек со мной опоздает, на встречу, например, я с этим человеком больше не буду общаться. Может, для вас это звучит очень строго, но это так. Понимаете, что я знаю? Да. Когда вы еще были подростком, вы и тогда были таким? А откуда это идет? Ну, вот так. У меня вот есть свои понятия. У вас были строгие родители, то есть? Ответ был строгим, да. Ну, в принципе, не так, но в принципе, строгие были. Но, в принципе, я хочу сказать, что у меня, как в творчестве, у меня свои придуманные упражнения, у меня свои понятия, у меня своя музыка, у меня свое видение вообще. И я считаю, что это правильно и так и должно быть. Как я понимаю, вы, видимо, очень много занимаетесь, поскольку вы очень дисциплинированный человек. К тому же вы много гастролируете, у вас мастер-классы в разных странах, и вы очень требовательный человек. Как вас терпят дома? Кто? Они должны терпеть или я тоже не терпеть? Вопрос очень неправильный. Дело в том, что неправильный вопрос поставлен. Кто кого должен терпеть? Я главный в семье, и я решаю, что, где, когда и так далее. В общем, я считаю, что... Я еще раз говорю, это все в хорошем понятии этого слова, естественно. Но, в принципе, я считаю, что кто должен быть в главной семье? Конечно, мужчина. И не меня даже не терпеть, а я должен, так сказать, контролировать. Естественно, я еще раз говорю, в хорошем смысле этого слова, что я говорю. Вы сейчас меня не принимаете, как это страшно человеку. Да, нет, мне немного страшно. Но, в принципе, в принципе, человек должен знать свое место. И он должен быть скромным и порядочным. Это очень важная вещь для меня. Вы никогда не допускали ошибок? Без ошибок, по-моему, нет такого человека. В мире кто не допускает, но это еще раз подчеркиваю. Смотря о какой ошибке идет речь. Вот, знаете, у меня такой вопрос родился, появился. Залог успеха. Что это в основном? Это трудолюбие, дисциплина, талант? Все вместе. Но еще раз говорю, смотря кто, что видит в успехе. Это очень важная вещь. Есть люди, которые видят в успехе. Смотря вот... Ну, возьму ваш случай, когда вы, я думаю, реализованы, да? Я считаю, что, конечно. Да, вас признали. Да. Да, то есть, ну, я думаю, вот это вот пример успеха. Можно взять. То есть, в этом случае, в основном, это талант, это трудолюбие, это большой труд, это дисциплина. Что это в основном? Все вместе. Еще раз я повторюсь и скажу, что это все вместе. Потому что без таланта речь не пойдет вообще ни о чем, потому что были студенты, которые могут заниматься 7-8 часов, и ничего не получится. Талант должен быть. Естественно, правильное упражнение. Это тоже очень важная вещь. Но без таланта, без трудолюбия, да, без дисциплины ничего не получится, естественно. Да, и вот тут еще такой вопрос, что вы как бы противопоставляете друг другу зарабатывание больших денег? Вот мы пришли, да, да, продолжайте, пожалуйста. Да, и служение искусству, так сказать, да? Пожалуйста, я сейчас отвечу. Очень хороший вопрос. Хотя вот на больших рынках, на большой сцене одно другому не мешает. Есть большие музыканты, которые очень хорошо живут. Давайте скажем, начнем с того, что по телевизору, в прессе это все красиво звучит. Все. Я, знаете, очень знаю больших артистов, и мне, помимо сольной карьеры, я, если знаете, я всем, моя гитара звучит очень многих, многих вокалистов, многих инструменталистов на больших таких очень фестивалях, конкурсах, да. Я это все, эту кухню знаю очень хорошо. Еще раз подчеркиваю, по телевизору и в газетах все говорят очень красиво. Но на самом деле... Что происходит на самом деле? Происходит абсолютно другое. Значит, чтобы пробыться в этой сфере, здесь человек выбирает сам. Еще раз говорю, выбирает сам человек, и потом сам отвечает за свои поступки. Перед кем? Перед своей совестью, в первую очередь. Это самое главное. Если она есть. Если она есть, конечно. Но об этом какая-то история. То есть быть человеком, порядочным, быть высочайшим музыкантом и иметь большие деньги, это просто нереально. Это я считаю так. Это нереально. То есть человек должен выбираться или остаться личностью. Ты личность, и ты достиг высокого уровня в своем деле. Но зарабатывание денег, это отдельная сфера вообще. Понимаете, в чем это? Вот чего я достиг, например, в творчестве, да, и вот этому состоянию, в чем я нахожусь. И это мог минимум 25 лет тому назад сделать. Но представляете, вот этими принципами, это длится очень долго. Это долгий, сложный путь. Вы не представляете, что я пережил в жизни? Очень большие сложности. Нормальные сложности. Нормальные подножки. Нормальные, я не знаю, несправедливости. Это было, есть и будет всегда. Понимаете, в чем это дело? Да, ну, думать о деньгах, о заработке, может, менеджер, может, продюсер, который может быть вашим другом. Тогда вы должны принимать эту игру, которую вам предлагают. Настолько это приемлемо, это один разговор. Для меня это никогда не будет приемлемо. Да, вы очень консервативный человек. Ну, я не знаю, что хотите назовете, но я считаю, что человек должен иметь свои принципы. Это неплохое слово. Это очень, нет, я знаю, что это за слово. Я просто говорю, кто как понимает, еще раз говорю, в каждом слове есть свои еще, так сказать, понятия. Ну, вот я считаю, что в этой сфере очень сложно. Очень сложно. И очень-очень такие законы, которые я лично никогда не буду принимать, потому что это просто непорядочно, с моей точки зрения. Еще потом я, в первую очередь, сказал, что всех денег заработаешь. Потому, может, на самом деле ты должен знать, что ты, вот, ты, человек должен быть тем, кем он есть. Не надо играть перед камерой. Хорошего, святого и так далее и тому подобное. Это все понты, на самом деле, понимаете, в чем это? Да, святого играть не надо, а можете сыграть на гитаре. Да, конечно, да. Вы уже согласились, я думаю, зритель понял, вы принесли гитару с собой. Да, я тут же скажу, что вы очень популярны зрителю из-за того, что у него, у Тэмура Петалашвили оригинальные аранжировки классической музыки. Можно ли только сказать? Нет, дело в том, что, во-первых, я этим горжусь, что в Грузии я первый человек, кто начал на эльтро-гитаре играть грузинские композиции. Да, нет, я просто пытаюсь представить ту композицию, которую вы собираетесь сыграть. Да, ну и тут же скажем, что вы играете грузинские композиции. Вас признали в 94-м году лучшим гитаристом года в номинации Fusion. Но в этом случае, поскольку у нас хронометраж требует короткую композицию, сыграете? Я сейчас с удовольствием сыграю маленькую часть классической попури, которую я всегда играю на своих сольных концертах, потому что, по-моему, сольная карьера, я, правда, как вы отметили, у меня много переложений для гитарей грузинских и также мировые классики, да. Я вот эту попури тоже играл в Карнеги Холл, я недавно выступал в самом престижном зале мира. Да, это важный факт. Да, и не просто выступали, это был соло-концерт, насколько я знаю. Сольный концерт, конечно, это был сольный, естественно, я, если я говорю о концерте, это идет речь о сольном концерте. Это был сольный концерт, конечно, и я этим горжусь. Мечта любого музыканта. Да, мечта любого музыканта. Вот, пожалуйста, вот правильный образ жизни и правильные понятия выступления не только по нему, я о многих залах мира, в которых я выступал и буду выступать еще. Сейчас я с удовольствием сыграю. Это классический попури. Здесь, в принципе, это маленькая часть, потому что она очень большая композиция, и исходя от того, что у вас в эфире время ограничено, да, поэтому надо, значит, сыграть маленькую часть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Аплодисменты". Я поняла, почему вы такой дисциплинированный и от многого отказываетесь, чтобы потом жить в музыке. Обязательно, да. И у меня такой вопрос. Вы уже достигли всего, чего хотели? В принципе, о чем я мечтал, у меня все сбилось, я могу прямо сказать. Я, правда, счастливый человек. В тех залах, о которых я мечтал, и в тех странах, в которых надо было побывать и поиграть в тех залах, я, в принципе, сыграл по всему миру, и я этим горжусь. И горжусь, потому что я добылся своим трудом. И это пример всем, могу сказать, как можно добыться правильным путем. И еще раз говорю, никакой компромисс. Это очень важная вещь. В хорошем смысле этого слова я говорю. И, правда, я хочу сказать, что справедливость вас торжествовала. Большое спасибо моим гостям сегодня был один из лучших гитаристов в мире, Тимур Кутеллашвили. До свидания.